Дорогая молодежь, очень просим, чтобы все собирались на свои места. Мы будем продолжать наш конгресс и просьба, что мы сейчас встали на наши ноги. Мы помолимся о благословении следующей части конгресса. Отец Небесный, слава Тебе, то, что Ты наш Бог, а мы Твои дети. И приходим вновь к Тебе и просим, чтобы Ты был среди нас, чтобы свет Твой сиял, Господь, чтобы люди, окружающие нас, могли увидеть Твой свет в нас и могли прославить Тебя. Господи, просим, пребудь с нами и в дальнейшем служении этого конгресса. Отец и Дух Святой. Аминь. И вот так, стой, давайте все вместе, прославим Господа общим пением. Наша группа проведет с нами это общее пение, и дальше будет программа. Пожалуйста. Когда Христос меня простил и в землю в небо превратил, Среди скорбей вольвы земной, там, в небо, где Христос со мной, Хвала Кристос, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, На суше, в море, над землей, там, в небо, где Христос со мной. Хвала Кристос, Он спас меня, простил грехи, открыл себя, На суше, в море, над землей, там, в небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далек, Меня Христос к Нему придет, Когда вошел жизнь мою, С тех пор о нем всегда пою. Молоть Кристос, Он спас меня, Простил грехи, открыл себя, На суше, в море, над землей, Там, в небо, где Христос со мной. Хвала Кристос, Он спас меня, Простил грехи, открыл себя, На суше, в море, над землей, Там, в небо, где Христос со мной. Занимайте места, сейчас мы выслушаем игру оркестра, а после этого у нас будет, надеюсь, что братья подойдутся, будет проповедь слова. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я надеюсь, что каждый запомнил тему нашего Конгресса. Как она называется? Кто скажет? Вы свет мира. Вот это интересное слово «свет», знаете, из каждого Конгресса я люблю вытаскивать или запоминать определенные слова, и эти слова разбивать на другие слова, ну, скажем, расшифровывать, так скажем. Я бы хотел для вас предложить слово «свет», расшифровать его, как раз тематика нашего Конгресса, мяснецкое направление, если можно подать этот слайд на экран, вот, как я бы предложил для всех вас понять это слово. Первая буква «с» — это «свидетели», второе — «величие», и третье — «его» и последнее — «творение». Вы можете подумать, вернуться домой и подумать над своими, может быть, определениями или расшифровывать, как можно расшифровать слово «свет». Я думаю, что любое библейское направление, которое мы найдем в Библии, оно подойдет к этому. Главное, что мы с вами жили и так, как учит наше Священное Писание. Пускай Господь нас всех благословит, в этом, знаете, Матфея, 5 главе, в 16 стихе, там интересные слова Матфея говорит. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца нашего Небесного». Вот интересно, как свет работает, да? В этом тексте написано, что люди что-то должны увидеть в нас, добрые дела, то, что мы с вами должны сделать, и так, как будет проявляться свет в нашей жизни, пускай нам в этом Господь поможет. Пожалуйста, слово первое, которому мы услышим, брат Александр. Мир вам, дорогие друзья! Я не знаю, читали ли ему эту историю на ночь, но знаю, как его зовут. Моисей. Послание к евреям, глава 11, со стиха 23-го. «Верую Моисею по рождении три месяца скрываем было родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисею, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние». Три месяца. «Сколько успеешь рассказать ребенку? Мы так переживаем за своих детей, у меня тоже трое детей, я тоже переживаю, я тоже отец. Три месяца. Сколько из того, что у меня есть по отношению к Богу, я могу передать ребенку? Три месяца. Я не знаю, знал ли Моисей историю про Иосифа, но знаю одно. Он поступил так же. «У вас есть возможность родиться в богатой, обеспеченной по всем меркам того времени семье, и вы добровольно от этого отказываетесь. Можно подумать, ради чего-то большего, лучшего? Нет. Нет. Да. Смотря чем мерить. Он для себя почел большим богатством то, что предлагал Бог вместо того, что он оставлял в Египте. Быть, как Иосиф, быть, как Моисей – призвание каждого из нас. На что мы равняемся? Короткая жизнь. Очень короткая. Эта лекция называется «Транзитная зона». Что это такое? Вот у меня паспорт. Я покажу сестрам. Они поверят потом. Вот это паспорт. Братья, я вам показываю. Один из самых лучших паспортов на Земле, о гражданстве, которым мечтают во многих странах мира. Это паспорт жителя Молдовы. Не пытайтесь мне предложить обменяться, потому что я не смогу обменяться со всеми. И чтобы никого не обижать, я оставлю его при себе. «Транзитная зона». «Транзитная зона». Когда я попадаю в определенные государства, а мне приходится летать часто – восток, запад. Мне приходится летать часто, я ищу табличку «транзитная зона», потому что у меня не всегда есть виза в ту страну, через которую я пролетаю. А с этой перспективы русское слово «пролетаю» звучит буквально. «Мимо меня пролетает возможность посетить ту или иную страну, но вот с недавнего времени нам дана эта возможность. С молдавским паспортом можно посетить любую страну Европы, кроме, ну, там небольшие исключения, ну и эту крепость мы возьмем. «Транзитная зона». Если у меня нет визы, мне нельзя в ту страну, поэтому меня указывают «мимо» и «дальше», а те, у кого есть паспорт или виза, они спокойно могут войти. Видите ли, когда я размышляю над словом, словосочетанием «транзитная зона», я понимаю одну вещь, что мы здесь на земле в определенном смысле тоже в транзитной зоне. Перевалочная база нам «жизнь» дана на время, тебе и мне. Американский паспорт не поможет при входе в небо. Простите, кого обидел, вы не знали об этом? Это хороший паспорт, но он не во всех случаях помогает. Транзитная зона, мы здесь, и попасть в небеса мы можем только при особом разрешении, и это разрешение подписывает собственноручно Иисус Христос. Моисей понимал, что это временно, и почел большим для себя богатством нечто другое. Читать историю про Моисея и не поступить, как он в этом, значит не понять его историю. Biography as theology. Биография как теология. Когда ты изучаешь его жизнь, ты видишь Бога в его жизни. Мало говорить верю, надо уметь в определенные моменты жизни от чего-то отказываться в пользу более важного. Но более важное это что? И поношение Христово почел большим для себя богатством нежели. Вот это сравнение, это нежели. Нежели что? Этот выбор мы делаем каждый день. Лучше так, чем так. Лучше дружить с этим, чем с теми. Лучше пойду туда, но никогда не пойду в другую сторону. То, что интересует Бога, интересует меня. Для меня теряет ценность все то, что неинтересно для неба. Именно с этой перспективы стоит на это смотреть. Надо уметь правильно смотреть. Ведь даже слепой будет судить зрячего. Потому что зрячий не видел то, что нужно. Слепой принял решение в пользу Христа. Так кто из них слеп? Послание к евреям. Глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем время. Надо уметь скидывать какие-то вещи, скидывать. У меня 19 прыжков с парашютом. Меня учили. Если заклинил верхний, ты должен его отрезать. Спортивный отстегивается. Солдатский отрезается. Или рискуешь. Вот тут интересно. Либо отрезаешь, либо рискуешь. Чем запасной может запутаться с основным? Когда я делал первые шаги в этом направлении, мне говорили, слишком рано не открывай парашют. Слишком рано, чтобы он не зацепился за хвост самолета. Есть серьезный самолет, есть Боинг, есть Аэрбас, есть кукурузник. Первые прыжки, вы не знаете, сколько кукурузник. Потому и не знаете, что здесь таких хороших самолетов нет. Меня учили, слишком рано дерну. Долготерпение – это христианское качество, и оно начало у меня вырабатываться давно. Молю Бога, не потерять это чувство. Если дернешь слишком рано, вытянется стабилизирующим парашютом, вытянется основной, и ты зацепишься за хвост самолета. Вы понимаете? Летит самолет, и ты за ним. Это не саночки. И тогда ты, летя за самолетом, должен достать нож и сам должен отрезать этот парашют. Это как ребенка попросить отрезать себе пуповину, пока мама занята, а медсестры куда-то удалились. Сам, если ты этого не сделаешь, самолет будет жечь бензин, а потом приземлиться вместе с тобой. Останутся только ушки. Это серьезно. И мы смеялись, смеялись, но очень хорошо запомнили. Надо иметь терпение. Надо ждать. Надо уметь. И Моисей это умел. И если послание к евреям дает нам много примеров, среди них Моисей, то в конце послания к евреям, обращение к нам, если вам трудно, сбросьте, не спотыкайтесь обо все то, что мешает бежать за Христом. Смотрите на Него. Если Он взирал на воздаяние Моисея, то здесь конкретно смотрите на Христа. Взирайте там и там, смотрите там и там. Потеряешь из вида Иисуса, потеряешь жизнь. Я для себя уяснил это. У вас телевизоры, у вас большие экраны. Считаю до пяти, сколько человек перед вами. Раз, два, три, четыре, с половиной. Убийство первого дьякона. Его звали Стефан. Венец, который возлагается на голову мученикам, по-гречески называется Стефанос. Удивительно, но первый дьякон, проливший свою кровь, носил такое же имя. Стефан пролил свою кровь ради Христа. И на всех картинах он смотрит наверх. Взирайте на Христа. Он не смотрит на камни, на мышцы, на группу людей вокруг него. Он смотрит на Христа. Это позволяет ему сказать, вижу небеса отверстие. И сына человеческого, одесну и силы. Когда ты видишь Иисуса, ты не видишь больше ничего вокруг себя. И много художников посвятило время для того, чтобы отобразить именно эту ситуацию из его жизни. мученичество святого Стефана. И на этой картине открытое небо. Открытое небо. Умеешь правильно смотреть, ты и я, тогда увидим Христа и из рук Его получим венец. На всех картинах мученичество, на всех картинах поднятый взор, на большинстве картин венец. Венец, который приготовил Христос. Стефанос для Стефаноса. Стефанос для Стефаноса. Так это передано в греческом тексте венец для раба Божьего. В каком веке живем? До скольки считать? 21 век. Сколько людей было на картине? 21. 21 век. 21. Это запомнится. Так будет легче запомнить. Будет легче запомнить, потому что все новостные каналы были заполнены именно этими кадрами. Вели на смерть 21 человек. Христиане-копты. Северная Африка. 21. И в 21 веке мы должны это запомнить, что жизнь, она еще и такой бывает. Не просто Стефан, книга деяний, а современные мученики. Их поставили на колени, у них был один выбор. Отречься от Христа или сохранить свою жизнь. И их попросили отречься. Но они все, 21 человек, сказали, Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. Аллилуйя! В церкви Вифания в городе Кишиневе, где я являюсь по милости Бога пастором, в холле церкви на всех европейских языках написано Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. Иисус есть Дом Нолл. Это на моем языке. И по-украински, и по-испански, и по-португальски. И когда сейчас я захожу в холл церкви, я вижу братьев, которые отдали жизнь за Христа, а не за какие-то второстепенные вещи. Вопрос был один. Любишь ли Господа? Так что значит быть светом? Они были одеты в люминесцентные или светоотражающие одежды? Нет, но светом они, безусловно, были. Они есть. И даже египетские власти, давно не разрешающие постройку церквей, сказали в их честь, разрешаем христианам построить церковь на коленях. И один вопрос. Любишь ли меня? Это современная американская картина. Какая бывшая, какая быстрая реакция на бывшие события. Появилась картина, в которой отражается Христос, несущий крест впереди этих мучеников. Христос в оранжевой одежде. Потому что, когда страдаем мы, страдает вместе с нами Он. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Когда ты эти слова, похожие слова, услышал, Павел, что ты гонишь меня? Я не понимаю, что ты гонишь меня? Ты гонишь церковь, значит, обижаешь меня. Обижая христиан, мы обижаем Господа. Обижая друг друга, мы обижаем Господа. Давно пора понять. У нас есть более высокая миссия. Следовать за Христом, даже если за это придется заплатить собственной жизни. На этом барельефе мы можем видеть обезглавливание апостола Павла. С этой ноты мы начнем этот блок. Если ты парижанин, ты никогда не заблудишься. Ты знаешь, где находится знаменитая Эйфелева башня. В любом месте Парижа ты посмотришь и скажешь, а нам в том направлении. Она светит и самолетом, и людям. Это значит жить в Париже. Это значит равняться на этот ориентир. Для нас, живущих в мрачном мире греха людей, есть один ориентир. Светящийся крест Иисуса Христа. Лучшего никто предложить не сможет. Мы христиане. Мы христовы. Он свет в ночи. А мы его дети. Сыны света. Когда Израилю было тяжело, они сложили эту песню. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мою, гордани моей, если не буду помнить тебя. Я благодарен Господу за удивительную главу в книге Откровения. Небеса Иерусалим, братья, сестры, ждет всех нас. Это самое удивительное гражданство, гражданство неба. Эти паспорта нам не помогут. Христос прописывает нас в этом граде. И сам Бог отрет всякую слезу с наших глаз. Если я забуду тебя, Иерусалим, нам впору спеть это пение. Пели его вреи, находясь в трудных обстоятельствах жизни. Мы должны помнить о небесном граде. Это наше призвание. Господь сотворил, светило для управления днем, и светило для управления ночью. Это мозаика. Есть в одной из христианских церквей. Мы думаем о солнце и думаем о луне. А иногда эти вещи, надо признать, пересекаются. И в этом году было солнечное затмение. Солнце, оно больше луны во много раз. Но его закрыла небольшая луна. Солнце можно закрыть двумя долларовыми монетами, если положить их на глаза. И при самом ярком солнце его можно не увидеть. Уметь видеть. Взирайте на начальника и совершителя веры. И не мешайте солнцу светить. Солнце, правда, это Господь наш. И не надо позволять обстоятельствам, людям заслонять нам этот свет. Перед вами картина Караваджио, апостол Павел. Он упал с коня. Его внезапно осиял свет с неба. Свет, который указывает путь. И свет, который говорит, ты не туда идешь. Свет еще может так светить. И он был три дня слеп. Повели за руку. Анания пришел, чтобы совершить молитву. Три дня слепоты. Но он никогда еще не видел так ясно, как сейчас. Иметь хорошее зрение это не значит не носить очки. Иметь хорошее зрение это всегда видеть перед собой у Христа. Взирать на начальника и совершителя веры. Моисей взирал на воздаяние и выбрал страдать ради Бога и его планов, нежели иметь временное, греховное, наслаждение. Священное Писание не прячет. Да, наслаждение. Да, но это интересно. Да, но это приятно. Согласен. Наслаждение оставим. Но только добавим рядом временное и греховное. Поэтому очень многое из того, что наполняет жизнь человека здесь, здесь и останется. Помышляйте о горнем. Что значит видеть Божий свет? У вас плохое зрение? Вы слепы? Вы вообще ничего не видите? Если вы видите Христа, вы видите главное. А значит, видите все. Вот что я вижу на страницах Священного Писания. Это то, как прозрел юноша и вернулся домой к отцу. История о блудном сыне рассказывается по всей земле. Понять и прийти домой. Неужели для этого нужно окунуться в одну тарелку вместе со свиньями? Неужели для этого нужно опуститься так низко, чтобы Бог поднял тебя на свои высоты? Эти истории в Священном Писании пройти мимо них и не понять их преступно и прежде всего для себя самого. Библия вдохновляет поэтов, музыкантов, композиторов и художников. И сын, который очнулся, увидит себя. Это тоже интересная история Священного Писания. Рембрандт посвятил этому. Ослица видела человек. Ослик, это оскорбительно. Не для этой истории. Ослица видела, а пророк нет. И он начал ее бить. На себя посмотри. Священное Писание изобилует различными примерами. И каждому из нас нужно задуматься над этим. Бог хочет, чтобы мы видели главное. Его спасение, Его любовь. Он хочет, чтобы все люди спаслись и постигли познание истины. Достигли этого состояния. Знаешь об этом сам. Помоги другому. Надо уметь видеть главное. Надо уметь идти за Христом. Что вы видите? Свеча. Сестры увидели два влюбленных лица, но правильно было сказать свеча. Конференция про свет и братья серьезные впереди сидят. Правда? Братья очень серьезные, я их знаю, большинство из них. А что вы видите? Видите ли, мы по-разному видим уметь видеть главное. Что вы видите? Что вы видите? святы. Разве не прав, кто-то сказал святы? Надо увидеть девушку, потому что Господь их сделал из цветов. Я чувствую поддержку. Что вы видите? Ага, понял. Первую из ребра, а потом из цветов. Что вы видите? Видите, как мы по-разному можем смотреть? Это вещь. Попробуйте с такой фотографией в паспорте пройти границу. Что вы видите? Умение видеть и видеть то, что не видят другие. что вы видите? Почему Моисей видел главное? Один видит одно, другой другое, как по-разному картина влияет на нас. Даже не знаешь, этот человек в доме или рядом. Что вы видите? Когда читаете Писание, что вы видите? что вы видите? Когда читаете Писание, молитвы, рецепты, как попросить здоровья и денег, или рецепты, как попросить у Бога будущего спутника жизни. Это все хорошо, но не увидеть Христа и увидеть только это, это значит не увидеть главное. Мы по-разному смотрим. Что вы видите? тут просится пластическая операция на нос? Казалось бы, простые вещи. Мы иногда умеем видеть то, чего нет и не видим то, что есть. Пытаемся читать в облаках картинки и не слышим о Христе, который придет на облаках силою и славой великою. Прочитать Библию, не увидеть это, значит не увидеть главное. Что вы видите? Как преподаватель, я должен сейчас сказать, никакого подвоха, это просто масло. Все сейчас ищут вторую картину. Это просто масло. это всего лишь масло. Дайте нам масло. Дайте нам вашего масла. Это был крик в ночи. Все, что хотелось в ту ночь. Дайте нам вашего масла. Это какая история? Можно ее читать и оказаться в числе немудрых? Дайте нам вашего масла. Мудрые и неразумные девы. Христос встречает тех, кто на коленях. Остальные где-то поодаль. Здесь не очень видно. Они просят масла. Стали под каким-то балконом и просят. Дайте нам масло. Христос же уходит. Это история про то, как не успели. Это история про то, как опоздали. Дайте нам вашего масла. Но если дадим, и у нас закончится, и вам не хватит. Что значит быть мудрым? Это уметь видеть, оценивать, анализировать. Я во свете Божьего Слова. Готов или нет? Эту историю рассказал сам Иисус в конце перед пришествием. Это будут уже не картины. Это будет реальность. Спать иногда значит проспать. Вот когда ты должен был пойти на какую-то встречу, а там подарок тебя большой ждал, вот это жалко проспать. А еще больше жалко, когда хотелось в школу, но проспал. Во всем мире дети одинаковые, молодежь одинаковые, чувствуете, студенты одинаковые, но великое дело проспать. Десять дев. Лингарг нарисовал удивительную картину. Пять мудрых в белых одеждах, остальные спят прямо у порога. Иерусалим, Иерусалим, ты так и не узнал времени посещения твоего. Иисус плакал, а тех, кто не понял тогда, Иисус переживает за тех, кто не поймет. Сейчас есть слово сегодня. Ныне, когда услышите его голос, не ожесточите ваших сердец. Какое это послание? Послание к евреям. И мы начали эту встречу с этого послания. Послание к евреям. Пять на пять. Пять на пять. Одни молятся, посмотрите группу справа, молятся, беседуют, а слева карты вино, а посередине картины небесный град. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня и ты. Этот псалом не потерял своей актуальность. Дайте нам масло, я бы не хотел, чтобы мы были среди тех, кто просит, когда же пошли они покупать, пришел жених. Готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Двери затворились. Пусть память останется этой картинкой, я дам еще несколько удивительных мыслей. Виктор Александрович, мое почтение. Это мой преподаватель из Петербурга. Он мне говорил, Александр, учись хорошо, мы с тобой еще встретимся. Там, в Петербурге, я впервые познакомился. Осторожно. Продолжение дайте. Если вы знаете, что такое метро, осторожно, двери закрываются. С ними не договоришься. Осторожно, двери закрываются. Мудрые вошли. Каждый раз, когда я ехал в метро, я думал об этом. Это действительно важно. Московское метро, Питерское метро, Киевское метро, Молдавское будущее метро. Осторожно, двери закрываются. Сон дело хорошее, но заснуть можно даже в самое неподходящее время. Где? Собрание. На проповеди братьев и моих можете спать, мы плохого не скажем. Спать. Эта история рассказана самим Христом. Бодрствуйте. Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать внезапно. Все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Не будем спать, как прочие. Но будем бодрствовать и трезвиться. Вот послание для любителей света. Этот конгресс для этого возможность поправить свои святильники. Константин, да благосовет вас Бог. Много времени мы с вами общались, и я всегда чувствовал, как этот человек переживает за этот конгресс. Это не скроешь. да благосовет вас Бог. Возможность стоять здесь и спросить себя масло на месте. Готовы ли десять, пятеро вошли к Господу, пятеро остались на земле. Эта тематика так или иначе пронизывает священное Писание и нашу сегодняшнюю жизнь. Готовность. Готовность. Они просто заснули. Спать можно, но нельзя в самый важный момент в жизни. Например, Гефсиманский сад. Помните? Он же сам недавно им рассказал эту историю. Они послушали, записали, да, потом даже в Евангелие это поместили. всего лишь один час. Так вы не могли один час бодрствовать со мною? Попробуйте заснуть за рулем. Много надо, чтобы машина сошла с дороги? Много ли надо потерять свою душу в этом мире? Эти истории останутся в вашей памяти. Эти истории останутся в вашей памяти. Надо уметь видеть, а данный человек подсказывает, надо еще уметь слышать. Интересный человек, рядом современный. Это не для того, чтобы в церквях это делать, нет. Он просто плохо учился в школе, его часто за ухо дергают. А знаете, почему они делают себе эти надрезы? Чтобы фонарики с собой носить. Вы знаете, я против такого вида. Но если это поможет вам светить и не погибнуть, да, хоть три и два в рюкзак, лишь бы не погибли. Нам нужен свет. И этот свет у нас есть, у тех, кто Христов. И этого света нет, у тех, кто не впустил Христа в свое сердце. Мы научились собирать солнечный свет. Надо учиться от Бога. Транзитная зона это то, где мы находимся на время на этой земле. Недолго нам здесь с вами быть. Надо уметь мудро использовать то время, которое у нас есть. Эту фотографию я сделал в Кишиневском аэропорту. Два самых больших, три самых больших аэропорта мира. Это Хитро в Англии, это в Чикаго, Охара, и Кишиневский аэропорт, опять же, в перспективе. Прибытие. Что такое хороший аэропорт? Вам приходилось быть в хороших аэропортах? Что перед вами? Братья, сестры, что перед вами? Это уже игрушки из будущего. Вам приходилось в аэропортах чувствовать себя дискомфортно, когда до следующего рейса нужно было прождать 10-15 часов? Вы сюда ложитесь, закрываетесь, никто ваши вещи не ворует, там музыка, полный релакс, полный релакс, тогда же можно три самолета пропустить. Забота о пассажире. Я не думаю, что авиакомпании теряют, потому что ты потом купишь новый. Вам приходилось видеть такое? Вам приходилось в таком лежать? В аэропортах создаются все условия. У меня весь вопрос для чего? Перед вами молодец того, как человек может в нем отдохнуть. У всех, у кого больше двух метров роста, просьба не волноваться. Кабинки не очень большие. Все условия. Лучше, так. Лучше, чем так. Лучше, чем бежать. лучше, понять, что самолет ушел. У меня есть двое коллег, которые в Москве упустили самолет на Казахстан. Брат, к вам летели. Они просто ждали в одном месте, а самолет собирал пассажиров в другом, потому что поменяли гейт. А внимания не было на этом. Они бежали, но не успели. А тут Господь гейт не меняет. Сам Христос есть двери, а люди так и не входят. Я близок к каждому из вас, говорит Господь. обращение Бога ко всем нам. Больно видеть улетающий самолет? Прича о десяти девах актуально как никогда. И смотреть след улетающему самолету, кричать «Постой!» Меня как-то спросили, один из предметов, которые я преподаю в эсхатологе, меня спросили, а верующие когда будут возноситься от земли, неверующие их будут видеть. Я говорю, а зачем вам? Хочется соседу, который мне пакостил, сказать вот так. Это как-то по-детски. Это как-то по-детски. Видеть, как улетает самолет, в который ты не успел попасть, это ладно, а вот не попасть в церковь, не попасть в небо. Я не хочу, чтобы у нас закончилось масло. И подобные конференции это возможность навести в своей жизни порядок. Порядок раз и навсегда. Мне это очень нравится. Хэндмейд. как можно старой сгоревшей лампочке дать вторую жизнь. Просвелить отверстие, залить масло, фитиль, и лампочка горит. Не надо списывать себя. И если даже кто-то говорит, что вы уже никому не нужны, вы призваны гореть, вы призваны светить. Я призван светить в этом мире, в этом замысел Бога для каждого из нас. Давид в свое время сражался за овечку, с львом и медведем, Данил сражался со львами. Наша жизнь это сплошное сражение. Первые христиане умирали на кострах и на распятиях за свою веру. Это и есть светить. Братья, умоляю вас, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, всегда радуйтесь. Это и значит светить. Это значит делать свое дело во всех аспектах церковной семейной жизни. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, горе, уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности. Прочитайте, пожалуйста, вместе со мной. Кажетесь, сегодня, когда были иллюстрации перед вами, не поймешь, можно и так, и так понять, не поймешь, можно и так, и так. Христос смотрел на верующих в свое время и говорил, вы кажетесь, но такими не являетесь. Иллюзия света не есть вам свет. Гробы белые, окрашенные и красивые. Иллюзия общения. Это когда нам кажется, что мы с Богом общаемся. Общаем, ой, я общаюсь с Богом. Иногда так люди с родителями говорят. Давайте посмотрим на несколько фотографий заключения. Внимание, я не слушаю. Некоторые даже эту табличку выставляют, когда Бог хочет им что-то сказать. Внимание, я не слушаю. Мы перед Богом, казалось бы, в собрании, но не слышим ничего, что говорят. Этого парня сложно назвать внимательным, правда? Вы бы хотели, чтобы парень одновременно с пятью сестрами говорил так по телефону? О, конечно, дорогая, конечно, это кому? Конечно, дорогая. Какая дорогая, я твой директор. не знай, кто в это время позвонит? Слушать, это когда слушаешь музыку и говоришь по телефону одновременно. Слушать. Что значит слушать? Уметь слышать и видеть. Охарактеризуйте, пожалуйста. Итак, физиономисты, дорогие, по этому лицу скажите, какая это эмоция? Радость в заключении этой проповеди. В заключении этой проповеди. Вы когда-то фразу эту встречали в Библии? в заключении этой проповеди. И тогда объявлю им, я никогда вас не звал. Это Евангелие от Матфея, 7 глава. Я никогда вас не знал. Здесь надо поменять место. Я никогда вас не знал. Скажите, а второе кому сказано? Мы твоим именем чудеса творили, пророчествовали. Я никогда вас не знал. Так вот, Христос пятерым девам сказал, я вас не знаю. Я вас не знаю. А нас Господь знает. Я могу и буду светить. Я могу, но не буду светить. Вы где порежете эту фразу? Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы люди видели, а через это Бога прославляли. Аминь. Слава Господу, друзья. Я думаю, что все мы с вами согласимся с тем, что Христос, будучи на этой земле, любые слова, которые он произносил, эти слова имели определенную цель, и была причина, почему Христос так говорил. И он хотел взамен, чтобы люди жили именно так, как он говорил, и он советовал им многие вещи. Сегодня мы с вами слышим о том, что мы с вами свет. Какая польза от этого света для нас сегодня? Мы имеем огромную возможность или способность ориентироваться правильно в этом пространстве, в котором мы находимся, не правда ли? Если окружает нас тьма, приходит свет в это место, где мы находимся, мы знаем, куда идти, как нам правильно выходить из ситуации. И мы говорим, слышим о том, что сегодня братья говорят, и Слово Божие говорит, что свет, он все-таки поглощает тьму. В нем есть такая способность, Господь нам в этом поможет и благословит. Мы сейчас выслушаем игру оркестра, затем у нас будет участие семьи Кирневых и брат Александр Атлас из Израиля также прославит Господа. Потом, пожалуйста, братья, подготовьте общее пение перед Словом Божьим. Слово Божьим. Слово Божьим. Слово Божьим. Слово Божьим. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Тихо спустился с гор Шалом, шалом, тебя я встречу Мы разведем костер Чай на горь в простоте мы поставим Тихо псалом споем И помолившись Бога прославим Братной шалом, шалом Все равно, где я брата увижу Мы везде руки радостно шмем И в пустыне, и в центре Парижа Я скажу ему, брат мой, шалом И когда, наконец, мы предстанем Перед нашим небесным отцом То друг другу мы руки протянем Скажем радостно, брат мой, шалом Шалом, шалом, прохладный вечер Тихо спустился с гор Шалом, шалом, тебя я встречу Мы разведем костер Чай на горь в простоте мы поставим Тихо псалом споем И помолившись Бога прославим Братной шалом, шалом Шалом, шалом, прохладный вечер Тихо спустился с гор Шалом, шалом, тебя я встречу Мы разведем костер Чай на горь в простоте мы поставим Тихо псалом споем И помолившись Бога прославим Брат мой, шалом, шалом Брат мой, шалом, шалом Брат мой! Шалом! Шалом! Аминь! Мы споем песню Давайте вместе споем Манит сердце мечтою По теме, вот какая уже пошла С разных городов, с разных стран Съехались братья-сёстры Споем всеми сестой Пожалуйста Манит сердце мечтою Мы с небес голубая Нашей общей судьбою Стала вера живая Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут Христиане Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут Христиане Иисусу славал нам друга Мы на деле узнаем Он нас чудит недуги Удаляет печали Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут Христиане Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут Христиане Он дарует прощенье Мир и счастье безмеры И второе рожденье Только истинно веруй Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут Христиане Он нас делал родными Он нас делал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут Христиане Субтитры создавал DimaTorzok 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 Каждый раз, когда я читаю это место, мой дух, моя душа просто восторгается тем, что Дух Святой записал это место Потому что это такая огромнейшая надежда, огромнейшее благословение, великая сила в этих словах, великое благословение Каждый из нас, живя на этой земле, попадает в различные искушения, в различные ситуации, в которых мы с вами, переживая какие-то трудности, переживая страдания, скорби, как и многие люди, которые жили до нас, такие как Моисей, Давид, Авраам, Исаак, Иаков и многие другие Мы попадаем в разные ситуации в нашей жизни и много искушений в нашей жизни И тогда, когда мы попадаем, мы всегда думаем, ну я же верующий, а у меня переживания, у меня трудности, мне нужно это пройти И мне нужно спасение, мне нужно благодать, потому что грех, который люди делают, он не, как говорится, не желаем мы его делать, не хотим мы его делать Обижая других людей, говоря какие-то слова обиды, огорчения, делая то, что не хотели бы сделать И потом возвращаемся назад, чтобы попросить прощения, извиниться и чтобы исправить Но есть много вещей, которые мы не можем исправить, есть много вещей, которые мы оглядываемся назад и думаем Лучше бы я этого не говорил, лучше бы я не встречался с этим человеком, лучше бы я не обижал этого человека Лучше бы я этого не делал, как и Давид тоже сокрушался в случае с Урией Хиттияниным И сожалел, если бы он знал все то, что ему предстоит пройти, он бы никогда на это не пошел, он бы никогда этого не сделал И мы в нашей жизни, каждый человек, живя на этой земле, понимает всю ситуацию Но вопрос, как нам выйти из этой ситуации, когда мы читаем Слово Божие, которое учит нас, всегда Слово Божие говорит о том, что было О том, что происходило, о том, как это реально сегодня и как это реально лично для меня Лично я, как могу переживать и как могу жить в этом и как могу проходить эту ситуацию Тогда, когда Бог сотворил человека, и когда Он сотворил человека в Едемском саду Все вроде было прекрасно, все вроде было хорошо, Едемский сад, деревья, плоды, пища, все было достаточно Все было в достатке, все у них было, были плоды, и они плоды эти могли кушать И никто вроде бы не мешал им, все вроде бы было хорошо, хватало им все Им не надо было платить за дом, за моргость, за машину, вообще машина не нужна была По Едемскому саду можно было ходить пешком, наслаждаться пением птиц, зверей, видеть всех И никто никого не кусал, никто никого не съедал, все было прекрасно, чудесно, спокойно Ну и так бы и жили, но откуда-то взялся этот змей Откуда-то взялся этот змей, он подошел каким-то образом к Еве И начал с Евой потихоньку, спокойно разговаривать, задавать ей вопросы Он был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь и сказал змей жене Подлинный ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю Он уже немножко поменял, изменил формулировку, которую Бог сказал Адаму Он говорит, от всякого дерева будешь есть, только от одного вот этого дерева Познание добра и зла не вкушай от него, потому что в день, который ты вкусишь, смертью умрешь Бог сказал, и это действительно так И Бог, когда творил человека, Он сотворил Адама Потом из ребра сотворил ему Еву Сотворил Еву И вот это повеление, оно работало Когда Он сотворил сначала Адама Адам стоял, как бы еще, он не было в нем жизни Стоял, как бы памятник, как бы вот статуя Слепленный из земли, из праха земного И Бог вдунул в него дыхание жизни И стал человек душою живой То есть было тело, Он вдунул в него дух свой И стала душа Появилась душа И эта душа уже, она живет на этой земле Со своими пониманиями, со своими представлениями Человек троичен, дух, душа и тело И эта душа, она хочет или не хочет Душа, а я хочу, а я не хочу А я буду слушаться, а я не буду слушаться А я не признаю то, что вы мне говорите А мне это не нравится А почему вы так со мной разговариваете? А почему вы на меня так смотрите? А мне не нравится, как вы на меня смотрите А мне нравится, как вы на меня смотрите Это наша душа Это я, тот, который я, который хочу Потому что сотворил Бог человека По образу и подобию своему И человек начал проявлять свои качества, качества, что он человек. Он стал проявлять эти качества. Бог сотворил из него Еву, и Ева заговорила со змеем. И эти же качества были у Евы. И он говорит ей, смотри, вот Бог, правда ли Бог сказал? Она говорит, ну да, так и не так. В общем-то, от этого дерева только. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Только дерево дно. И она делает эту поправку, он начинает с ней разговаривать. Тогда, когда мы с вами, живя в этой жизни, начинаем видеть, что сатана нас искушает. Подходит нам, предлагает запрещенный плод. Мы начинаем заигрывать, начинаем думать, а как же это все сделать так, чтобы это не было настолько грехом или нарушением. А вот это не грех или вот это грех? А насколько вот это грех? А насколько вот это не грех? А вот где написано, что вот это нельзя, а вот это можно? И так далее. Мы начинаем искать всякие кривые пути для того, чтобы нам обойти вот ту ситуацию, где сказано нельзя. Где сказано вот это нельзя. Потому что все правила и все законы, данные для нас Богом, они служат нам назидание. Они служат нам в пользу. И они служат для того, чтобы нам жить на этой земле хорошо. Но мы люди, мы способны искать лазейки для того, чтобы обойти вот эти какие-то законы и сказать, ну а если мы, а если я это сделаю так, вот это будет грех или нет? А если я сделаю вот так, насколько это будет грехом? То есть вот здесь мы видим, что начинается заигрывание с грехом. Человек, попадая в ситуацию на работе, попадая в ситуацию с другими людьми, попадая в ситуацию с другими друзьями, со своими друзьями. Друзья говорят, ну если ты будешь с нами, мы будем курить, ты курить не будешь, ты просто будешь рядом с нами, побудь здесь, не уходи. И он начинает быть с этими людьми, которые рядом курят, или рядом сквернословят, или рядом делают что-то непристойное. То Священное Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. И тогда это повреждает человеческую душу, человеческое сердце, повреждает разум человека. И он начинает думать, а может быть, и вот змей сказал, змей, нет, не умрете, да нет же ничего страшного, да нет же ничего страшного. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Ну, всегда молодые люди любят, говорит, место все мне позволительно, но не все полезно. Ну, да, это хорошее место Священного Писания, и мне его часто говорят, Николай Алексеевич, все мне позволительно, но не все полезно. Но я всегда отвечаю абсолютно из того, что есть в Писании, из того, что мы переживаем в нашей жизни. В нашей жизни есть вещи, которые я сделал в молодости, сделал когда-то, и я хотел бы их изменить. Оно было позволительно, но это не было полезно. Я сегодня хочу это изменить, но я не могу это изменить. Я не могу этого рассказать моим детям, я этого не могу рассказать своим внукам. Я не могу сказать им, что вот это было мне к назиданию. Это было к неназиданию. Есть вещи, за которые мы сожалеем, что мы их делали, но их никуда не денешь, с ними ничего не сделаешь. Они просто были когда-то, когда-то встретил человека, когда-то ему сказал, когда-то сделал, и это изменить нельзя. Это остается в нашем теле, в нашем сознании. Это остается в нас. Вопрос, как этого не делать? Что нужно, чтобы этого не делать? Стараемся объяснять молодежи, говорить детям, говорить другим. Но вот как где-то закрыто что-то, что-то происходит, что человек не воспринимает. Потом вдруг он начинает воспринимать. Потом вдруг какое-то наступает прозрение. Вот мы прочитали, и как Моисей вознес змею в пустыне, вот точно так же должно быть вознесено сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И сегодня я говорю вам, что тогда, когда змей подошел к Еве, и когда он ее искушал, и когда он ее искусил, когда он добрался все-таки до ее сердца своим лукавством, своими разговорами, своими словами, все-таки она решила его послушать, посмотрела на дерево, подошла, взяла плод, он ей понравился. Плод не колючий был, плод не имел неприятного запаха. Она его вкусила, сказал, хороший, вообще ничего страшного. Адам, на, вкуси тоже, смотри, хороший плод. Нам Бог сказал, что не надо вкушать, а в принципе тут ничего такого плохого нет. И тогда, когда они вкусили, когда они взяли, в них вошел первородный грех, грех непослушания, грех противления Богу. В них вошел этот грех, который поразил их душ, дух, душу и тело, который поразил их. Произошло поражение, наступила смерть, когда Бог сказал Адаму, в день, который ты вкусишь, умрешь смертью, умер дух, он потерял общение с Богом. Он потерял общение с Богом, и когда Бог опять пришел в Едемский сад, говорит, Адам, 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 где ты? Кругом листья, деревья, кусты. Он говорит, Адам, я тебя ищу, я хочу с тобой побеседовать, посидеть в прохладе дня, я хочу с тобой иметь общение, я хочу, представляете, какое благословение. Бог хочет с нами беседовать, Бог хочет с нами общаться, Он хочет быть с нами вместе, Он хочет сидеть рядом с нами и разговаривать. Он говорит, ну как, как дела, Николай, Петр, Иван, Александр, Виктор, как дела, Татьяна, как у тебя все, как сад? Просто разговаривать, что тебе нужно. Может быть, Бог, Творец всей вселенной, Творец всего видимого и невидимого, который заботится о всех нас, который распоряжается абсолютно всем в этом мире. Он хочет с нами беседовать. Вот он пришел и ищет Адама и говорит, Адам, где ты? О-о-о, я голос твой услышал и убоялся, потому что я на-о, я сделал грех. Дух умер, общение с Богом прекратилось, общение с Богом перестало быть реальностью, и Бог изгнал его из рая. Изгнал его и Еву из рая и произнес над ними наказание. Они были выгнаны из рая, и был поставлен меч, огненный ангел, и они охраняют этот сад, и охраняется это дерево жизни, чтобы они, будучи грешными, не вкусили от дерева жизни и не стали жить вечно во грехе. Бог позаботился о человеке, чтобы человек мог иметь эту возможность. Для примера была взята иллюстрация в Священном Писании, тогда, когда Моисей вывел народ израильский, из земли египетской, когда они вышли и шли, народ, огромная армия этих людей шли, и вот они стали роптать. И вот они стали роптать, и у них начался ропот, недовольство. Они стали, ну зачем мы отсюда вышли, почему это все происходит? И тогда Бог послал ядовитых змеев. Они идут по пустыне, и вот со всех сторон ползут на них змеи. Везде. Они в палатках, они везде в телегах, они на дорожках, они в кустах, они абсолютно везде. И они залазят на кухню, они везде лезут, лезут и кусают. Ядовитые змеи кусают эти змеи. И кусают, и люди умирают. И нету сыворотки, нету врачей, нету ничего, что можно было бы избавиться. И тогда Моисею пришли они и говорят, Моисей, мы пришли сюда, ты нас привел. Мы все гибнем, мы все скоро умрем. В конце концов, можно что-нибудь сделать или нет? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые сжалили народ. И умерло множество народа из сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный взглянув на него, останется жив. И сделал Моисею медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Три змея, которые мы сейчас увидели в Священном Писании. Первый змей – это был тот, через которого грех вошел в человека. Второй – это был медный змей, когда люди, взглянув на этого медного змея, когда Моисей сделал медного змея, там кто-то сделал медного змея, вылили быстро, наверное, его выковали, взяли на шест, подняли очень высоко, чтобы люди могли видеть. Стал, наверное, на возвышенном месте Моисей. И всякий человек, который смотрел на медного змея, ужаленный змеей, он оставался жив. Всякий человек, которого ужалил змей, и если он не смотрел на медного змея, умирал. И это люди видели. Это случалось с одним, с другим, с десятым, с двадцатым. Это были сотни людей, которые умирали, тысячи людей, которые спасались. И люди это видели. И они видели, что человек, которого змею ужалил, он бежит, быстро поворачивается и смотрит на этого медного змея, и яд не имеет своей силы. И яд по крови не распространяется, и не достигает сердца, и не парализует человека. И человек не умирает. И они это видели. Это было спасение для народа израильского. И тогда это Священное Писание говорит, евангелистян записывает, и как Моисей, который вознес змею в пустынь, точно так же будет вознесен Сын Человеческий, чтобы всякий, взглянувший на Иисуса Христа, оставался жив. В чем смысл и в чем является сила вот этого места Священного Писания? То, что когда человек истинно принимает Иисуса Христа в свое сердце, когда человек истинно признает себя грешником, когда человек искренно кается, искренно обращается к Господу, и не просто, не просто кается, знаете, формально. Не-не-не-не. Истинное покаяние заключается, когда человек идет в одну сторону, покаялся, и он пошел в другую сторону. То есть он прекращает делать то, что он делал. Вот это есть покаяние. А непокаяние есть, когда человек идет в сторону, говорит Богу, Господи, прости, и продолжает идти в ту же сторону. Это абсолютно неправильно. То есть человек должен поменять свое направление. Поменять направление своей жизни. Поменять образ мышления. Образ мыслей. Поменять друзей. Поменять то, что ты делал. Потому что, как я уже говорил, Священное Писание говорит, худые сообщества, они развращают добрые нравы. Что нужно нам, чтобы нам поменять нашу внутренность? Что нужно нам, чтобы, когда мне предлагают сделать грех, чтобы я сказал, но я не хочу. Но я не хочу. У меня отвращение ко греху. Я не могу это смотреть. Я не могу это пить. Я не могу это употреблять. Я не могу это произносить. Почему? Потому что моя внутренность измененная. Не потому, что я слушаю своих родителей или слушаю старших людей, которые говорят, нельзя. Это одна сторона, когда мы только рождаемся, ребенка полностью держат под контролем. Это нельзя. Так. Ручки связывают ему, чтобы он руками ничего не делал. Заматывают его, чтобы он спал. Иначе он своими ручками себя будит. Мама так делает, так некоторые мамы делают, чтобы он своими руками себя не будил. Они его связывают. Человек вырастает. Человек становится взрослым. Родители еще есть. Но он уже не делает этого греха, который ему родители запрещали делать в детстве. Он уже не делает. Почему? Потому что нам нужно, чтобы наше сердце преобразовалось. Чтобы наше сердце изменилось. Чтобы я пережил духовное рождение. И неформально, чтобы во мне был уничтожен первородный грех, который я унаследовал от Адама. Чтобы мой дух был возрожден. Когда Никодим пришел к Иисусу, Иисус говорит, нужно родиться свыше. Он говорит, а что мне нужно, чтобы в Царство Небесное попасть? Родиться свыше. Рождение свыше. Дух, который умер в Едемском саду у Адама и Евы, Он должен возродиться. Он должен родиться. И духовный человек должен расти. Духовного человека надо питать Словом Божьим. Духовного человека надо кормить Словом Божьим. Духовный человек должен молиться. Духовный человек должен пребывать в Духе, должен подчиняться Слову Божьему и быть в Иисусе Христе, быть духовно возрожденным, слышать голос Святого Духа, слышать Дух Святой, который говорит, вот сюда не ходи, вот это не делай. Это Дух Святой о нас заботится, подсказывает. И люди, которые рождены свыше, они знают голос Святого Духа, для этого нужно питать нашего духовного человека, питать тем, что мы посещаем служение, изучение Библии, испевки, всякие беседы, и в послушании, в смирении, подражая Иисусу Христу, возрастаем в Духе. Тогда наш духовный человек укрепляется, становится крепче, его нужно питать, его нужно кормить, о нем нужно заботиться, чтобы он укреплялся. И тогда свет сияет в нашей жизни. Тогда этот свет уже становится для других светом, потому что наш Дух возрожден. И тот ветхий человек сораспят с Иисусом Христом. Та ветхая наша природа, Христос есть прообраз того змея, которого держал Моисей, прообраз того змея, который искусил Еву. И Христос, Он уничтожил влияние и силу вот того первородного греха, вот того изначального греха. Это не просто выполнение каких-то обрядов, это не просто хождение в послушании своих родителей или своего пастора. Нет, нет, это духовное перерождение, это духовное возрождение, это духовная новая жизнь, жизнь в Духе, сияние, отражение Господа Иисуса Христа. Как все мы знаем, самое простое правило, когда мы ночью выходим, смотрим, светит луна. Мы так говорим, светит луна. Луна яркая или луна не яркая. Ну, луна не светит, вы же знаете все это, и я знаю это. Она не светит, она отражает солнечный свет. Она отражает сияние солнца. Вот мы с вами, как церковь, мы должны сиять, отражать образ Иисуса Христа в нашей жизни, в наших поступках, в наших взаимоотношениях. Для этого нужно наше перерождение, для этого нужно всегда смотреть на Иисуса Христа, для этого нужно жить в Духе с нашим Господом, быть одно единое целое с Иисусом Христом, быть одним телом, одним организмом, духовно быть возрожденными, душевно по плоти, по плоткому духу, быть сораспятому со Христом, но возрожденному в Духе, как мы с вами сказали, что Христос, Он воистину воскрес, потому что Он в Своем человеческом теле умер на Голговском кресте, Его сняли, Его погребли, Его положили в гроб, и Он воскрес, и воскрес в новом теле, хотя показывал свои раны, кушал, но это было новое тело, новое, которое не подвергалось никаким влияниям, никакой болезни, это было совершенно новое тело, вот так же мы с вами должны пережить, каждый пережить, если кто не пережил, вот чтобы на этом конгрессе, чтобы вы проверили себя, чтобы вы пересмотрели себя, насколько вы пережили в своей жизни новое духовное рождение, чтобы мы понимали, что мне это надо, что мне нужно соединиться со Христом в одно единое целое, что мне нужно соединиться с Ним в одно тело настолько сильно, настолько крепко, чтобы я был как те люди, которых сегодня мы смотрели, ввели на казнь. Ему говорят, отрекитесь, они говорят, нет, и Христос был с ними. Поверьте мне, всегда, когда мы в нашей жизни переживаем какие-то моменты очень трудные в нашей жизни, Христос несет нас на руках. И да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы пережили это, чтобы мы жили этим, ибо мы им живем, движемся и существуем, потому что Иисус Христос воплотился в человеческое тело и стал человеком, и был вознесен на крест, был распят, чтобы уничтожить нашу с вами ветхую природу, чтобы наш духовный человек возродился, он себя отдал. Это величайшая жертва, это жертва, которая неоценимо сильная и неоценимо велика, потому что это реально для каждого из нас, смотреть на распятого Иисуса Христа им жить и им наполняться и благодарить Его за все. И это есть чудное для всех нас благословение. Я желаю, чтобы каждый человек, который еще не познал Его, чтобы он в дне этого конгресса подумал о том, что он должен соединиться с Ним. А те, кто уже живет со Христом, пересмотрите свое хождение пред Богом. Еще раз и еще раз. Насколько мы соединились с Ним, насколько наша ветхая природа уже не имеет власти над нами, насколько наша ветхая природа не подвержена этому влиянию на нас, чтобы она не командовала нами, чтобы нами руководил Дух Святой, чтобы мы жили Господом, им наполнялись. Аминь. Если бы каждый смог выйти вот сюда и посмотреть в зал, то, что вижу сейчас я. Вы знаете, Дух замирает, потому что я вижу славу Божью в каждом из вас, присутствующем здесь. Вы знаете, трепещет моя душа только при одном. Знаете, я вообще не могу понять ни макрокосмоса, ни микрокосмоса. Его понять просто не могу. Знаете, еще до Солнца я еще понимаю, как-то так немножко. Ну, еще как-то я могу понять скорость света, 300 тысяч километров в секунду. Это как бы вот за одну секунду и так семь раз вокруг Земли. Это я еще понять могу. Но когда я вижу вот то, что происходит сегодня в зале, вот столько вас здесь тысяч людей, которые не посмотрели ни на что. Сегодня пятница, рабочий день, и вы все собрались сюда. Каждый из вас потратил деньги. Вы знаете, я люблю статистику. Она такая приблизительная, ее никто точно не может. Если что, вы меня просто простите за мою такую, может быть, плохую статистику, за два года, и включая сегодняшний день, и завтрашний, и послезавтрашний, все дни, все, что мы с вами потратим в общей сложности, то есть не то, что деньги конкретные есть на Конгрессе, а только то, что каждый из вас тратил на билеты, на все, что нужно было сделать, не считая времени, потому что за время никто не платил. Вы знаете, я так посчитал, приблизительно два миллиона. Вы знаете, вроде бы небольшая сумма, но когда вот я смотрю, уже собрание начинается, а кто-то заходит на 15 минут позже. Вы знаете, я так посмотрел, что один час проведения здесь, всего 19 часов богослужений за вот эти дни, три дня, 19 часов, не считая семинаров, все, это для нас обходится в 105 тысяч 263 доллара, 181, 105 тысяч 260, а дальше не знаю, как это получается, после запятой 158 центов, как это, я не знаю, это кто-то математики может скажет, но уже даже 105 тысяч, вот 263, уже достаточно. Вы знаете, вот тут я тоже этого не могу понять, поэтому я вас прошу, дорожите временем. Ладно, у нас была тренировка, вы знаете, мне было обидно, что братья столько готовили, семинары, вы знаете, у меня голос не такой сильный, вы знаете, я ем сейчас очень мало, и сила у меня быстро кончается, я посмотрел, что сегодня давали кушать, у меня не хватило, мне нужно было где-то пойти взять другой кусочек, потому что то, что давали, я сегодня не мог кушать, и у меня уже начала голова кружиться, но мне нужно было кричать и говорить, братья, сестры, заходите на семинары, я бы, если бы у меня была возможность, я пошел бы на все 15, потому что каждая тема, которая обговорена, она близко моему сердцу, и мне очень хочется знать и про финансы, мне хочется знать и про лидерство, мне хочется знать, рассказать о многих других вещах, которые мы слышали, и за музыку, и за все остальное, вы знаете, как евангелизировать, поэтому дорожите времени, особенно пожилое поколение, простите меня, молодежь по семинарам, и вы там, я не знаю, что это вы, вы идите, вам тоже, раз вы уже пришли, вы душой молодой, идите на семинары, прошу вас очень сильно, вот, и поэтому у нас служение следующее, начнется ровно 8 часов, знаете, нам подняли цену, почти на 10 тысяч долларов, за этот зал, потому что мы попросили, больше времени, для того, что нужно, поэтому, каждая секунда, здесь стоят деньги, поэтому дорожите, это такое общение, я не знаю, вообще, самое лучшее в мире, это быть в общении с вами, я никогда не забуду, своего детства, я никогда не забуду, сколько горя, и переживания, своей жизни перенес, и теперь, вот, каждый из вас, для меня это просто, счастье великое, знать каждого из вас, и просто быть рядом с вами, подышать этим воздухом, вы знаете, я ждал эти два года, что когда это будет, когда каждого из вас увижу, когда я увижу славу Божию, каждого, который из вас, вот, на этих дудочках, вы сколько тренировались, сколько влаживали это все, вы понимаете, как братья поют, давайте будем радоваться Богу, вы знаете, я вам скажу, вот сегодня делал некоторое объявление, вы знаете, думал, вот бы мне так, но я не знаю, я уже думаю, что, наверное, я тоже заполню, вот эту штучку, которую там предложила библейская миссия, вы знаете, я подошел к этому аквариуму, и смотрю там на донышке, и почему мне сегодня хочется кричать о свете, братья, давайте быть светом, сегодня жажды у людей нету служить, предлагают три бесплатных миссионерских поездки, а нам, вроде как, вроде есть что-то другое, я бы готов туда пешком, бегом бежать, а как-то нету, я думаю, Господь смотрит на вас, и сегодня хочет, чтобы в вашем сердце зажегся огонь, чтобы это в аквариуме даже места не было, чтобы там было легко выбрать кого-нибудь, понимаете, пускай Господь вас благословит, и так, 7, правильно, я так и говорю, а я специально думаю, вы узнаете или нет, ну а что делать, понимаете, люди не бодрствуют, вот уже все рассказали, разжевали, а вот сколько звонков было, а где будет, ну вот тут уже, вот вы же все электронщики говорили, ну вот, вот если бы нам по электронике, мы все понимали, мы уже по-русски не понимаем, вы знаете, уже электронику вам дали, что хочешь, я уже изучил, я эту вот эту технику, я ее бы век бы не видал, сколько нервов она мне потратила, изучил из-за вас ее, чтобы тыркать вот так вот, чтобы что-то вам сказать, а вы даже и тут не можете понять, так вот, в 7 часов вечера, с 6 до 7 будет ужин, который вы очень быстро покушаете, успеете побывать, на выставках туда, идите, столько силы братья туда положили, я когда смотрю на это, думаю, неужели это неинтересно, а вообще я вам скажу, что пойдите посмотрите, вау, скажу, ну и потом подойдете все вместе, так скажете, вот, и хочу сказать, душепопечительский отдел работает, братья сегодня все задержались, никто даже не пришел помолиться, вот туда вот, когда собирались, обычно мы перед собранием собираемся, потому что каждый из вас беседовал со служителями, поэтому пользуйтесь моментом, высвечивают постоянно телефоны, звоните, пускай братья не приходят, ведущие там помолятся, ничего страшного, самое главное, чтобы у вас на душе было лучше. Хочу напомнить о том, что у нас завтра вечером, в это же время, вот сейчас будут вопросы и ответы, вы знаете, даже моя теща говорит, слушай, ну привези меня, я говорю, мам, ну не могу, я же здесь, я не знаю, я уже кого-то попрошу, чтобы ее привезли сюда завтра на вопрос-ответ, ей 75 лет, она хочет услышать все ответы, какие нужно, поэтому, пожалуйста, значит, готовьте вопросы, там аквариум стоит опять пустой, как будто у вас вопросов нет, все, или вы все в морфлоте служите, у матросов нет вопросов, я не знаю, что это такое. Теперь, сувениры, которые мы вам приготовили, они же такие красивые, и знаете, что это потом оттуда, если вы приобретете этот сувенир, потом это пойдет все на этот самый, на миссию, вот, в Европу, и пожалуйста, сделайте это. Объясню еще завтра, у меня просьба большая, я не знаю, все говорили, что это невозможно, а я не знаю, я вам верю, вот просто верю, честно верю, что завтра, ровно в 9 часов, ровно в 9 часов, вы все безоговорочно приходите на парковку, с левой стороны, если вы смотрите на фронтальную часть, дор номер 4, через которую все заходят, где регистрация, с левой стороны, а если вы выходите, то значит с правой стороны, там большая, огромная парковка, там будет нарисовано, или все приготовлено, там будет огромная лампочка, и завтра, если Бог даст, используя опять электронику, братья за свой счет купили какого-то дрона, не знаю, что это за такое, вот какая-то такая вертолетина маленькая летает, вот, и завтра мы будем делать фотографию, которую ждут многие, вы знаете, даже в журнале она будет написана, и кстати, мы делать будем журнал, он называется People of Congress, это 64 страницы, цветных, с фотографиями, с маленькими интервью, красивые и прекрасные, и вы можете сейчас, пользуясь случаем, заказать его, где миссия Eurasia, где мое служение, также там, вы можете подойти, там сидит бухгалтер, который примет у вас по 5 долларов, за каждый журнальчик, вы можете заказать себе, можете заказать для всей своей церкви, и мы сделаем, ровно через 2 месяца, прямо типография пришлет вам, домой прекраснейший, красивейший, такой гладенький, такой, и так бы я уже его полистал бы, поэтому, пожалуйста, пользуясь случаем, чтобы вы все могли это сделать, лучше, конечно, чтобы были такие вот, массовые заказы, поэтому смотрите, также работает фото, фото бус, там, пожалуйста, посетите, это уникально, только зашел сразу, хоп, выходит же, фотография готова, там большой бэннер, такой красивый, сколько мы ломали голову, сколько дизайнов перепрали, как сделать вот так, чтобы было похоже все, а как сделали, вы же даже на него не обратили внимание, он такой большой, 9 на 16, огромный, такой красивый, лампочки, не понимаешь по-русски, по-английски там есть, а не понимаешь ни по-русски, ни по-английски, просто лампочка есть, вы посмотрите, и будет очень хорошо, пожалуйста, идите, там стоит человек, который вас просто фотографирует, и выставит это все везде, в социальных сетях, и ваши близкие, родственники могут посмотреть, объявляя за северо-западное объединение, братья попросили, те, которые занимаются хором, потому что с 7 часов вечера, здесь будет те, которые будут участвовать в этом объединении, северо-западное объединение, оно будет участвовать, чтобы вы, как только сейчас мы закончим, вы сразу бегом туда, быстро и быстро, и кушаете вы в первую очередь, а потом приходите сюда, чтобы успели рассесться там и так дальше, поэтому будьте внимательны, пускай вас Господь благословит, слава Богу за все, братья и сестры, давайте вставши помолимся, попросим еще один раз чудо, я смотрю, у нас увеличивается все больше и больше, и чудо надо действительно, чтобы нам вовремя поесть, но у нас даже мы на 10 минут раньше будем заканчивать, для того, чтобы вы смогли успеть быстрее покушать, когда я сейчас помолюсь, после этого будет играть духовой оркестр, а вы быстренько кушайте и молитесь, чтобы Господь благословил, поваров раздать, и не забудьте им сказать спасибо, потому что Богу слава, а людям спасибо, они делают вам от души, помолимся, великий всемогущий Господь и Бог, в этот час мы обращаемся к тебе, и просим тебя, Господь, прими благодарность за то, что ты благословил и помог до этого часа, слава тебе за это, что ты явил чудо, и в обед вот эти многотысячные, вот эта аудитория, которая смогла покушать всего за 30 минут, слава тебе, Господь, за это, Боже, прошу тебя, наполни каждое сердце твоим светом, чтобы оно отображало, если, Господь, эти сердца есть те, которые черствые, которые, может быть, закопченные, которые, может быть, перегоревшие, Господь, дай еще один шанс, чтобы они могли загореться и служить тебе, чтобы могли поехать на миссионерские поля всего мира, поэтому, Господи, прошу тебя, благослови каждого, Боже, мы просим тебя еще раз, яви чудо в ужине, в том, чтобы мы могли быстро покушать, и в 7 часов вечера начать еще одно богослужение, чтобы прославить Твое великое имя, слава тебе за все, великий Бог, просим тебя, благослови, освети эти дары пищи, дай мне с чувством благодарности Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь! Приятного аппетита!